Под звуки выстрелов в сердце генерал-лейтенанта Анатолия Шаповалова начинает биться чаще. Он вспоминает время, когда самому приходилось держать в руках оружие. Генерал-лейтенант Шаповалов – советский военачальник, награжденный орденами Красного Знамени, Красной Звезды и за службу Родине вооруженных силах СССР. Говорит, пальцев на руках не хватит, чтобы сосчитать сражения, в которых он принимал участие. Родину, где приказывал, там выполнял. Начиная с Кавказа, Поднестровья. Были события, когда Данманский тоже там оказался, только не на Данманском, а в Благовещенском укрепрайоне. Поэтому в целом, где Родина приказывала, всегда находились люди, которые должны выполнять, решать все задачи, которые дали мир, а не войну. Дважды приходилось бывать в Афганистане, во второй раз уже в качестве советника Министерства обороны. Сейчас Анатолий Шаповалов – почетный председатель ветеранской организации. Свой праздник не устает принимать поздравления от товарищей. Приветствую вас с праздником! В церемонии торжественного возложения цветов к вечному огню на площади славы приняли участие ветераны, военные, региональные власти и юные патриоты. Почтить память воинов пришла и глава города Елена Лапушкина. Юрий Ильич, мы обращаемся ко всем самарцам и гостям города с просьбой помочь Самаре, Уйбышеву, получить это звание в первую очередь. В это время на второй очереди набережной любой желающий мог почувствовать себя в роли защитника. Росгвардия, МЧС, ОМОН и другие силовые структуры показали свою технику, обмундирование, оружие и с удовольствием общались с гостями праздника. Главным героем праздника, особенно для юных гостей, оказалась немецкая овчарка по кличке Твист. Твист из центра. Он думает, это шарик. Он думает, да, это шарик. Он работает по поиску оружия и боеприпасов. Нормально, он еще молодой. А перспективный парень? Ну да, ищет. По точкам большой интерес вызывают выставки оружия, техники, стрелковые наши площадки. И, безусловно, наши мероприятия пользуются, на мой взгляд, заслуженным вниманием горожан, и не только горожан, и гостей нашего города. Центром притяжения гостей фестиваля в этом году стала площадка «Штурм», где показывали мастер-класс по стрельбе из автомата Калашникова. Каждый желающий смог сделать выстрел, а система делала их максимально правдоподобными. Именно так и готовятся будущие защитники Отечества. Гостей праздника кормили армейской кашей. Не остались в стране и артисты театра, опера и балета. Они устроили покупателям одного из торговых центров яркий сюрприз. Поздравляем открыткой для всех жителей города Самары. И нам очень приятно, что вот здесь вот в момент флешмоба собралось очень много людей. Вишенкой на торте стал традиционный праздничный фейерверк. Мария Левина, Василий Колдашов, Максим Гусев. События.